Итак, ребята, я завтра выезжаю на чемпионат Украины и решил снять влог. Катюшка готовит мне покушать. Короче, я выступать не буду на этих соревнованиях, но сниму всех самых топовых спортсменов. Как по мне, самая интересная категория будет сотка. Там в предварительных списках очень, так сказать, конкурентная она. Списки я вам, кстати, покажу чуть позже в этом видео. И о себе. Так, не выступаю, потому что не могу выступить на турнире ВАВ, так как нужно подписывать некоторые документы, после которых я не смогу выступать на злотом туре, скажем так. Форма моя начинает набирать обороты. Я буду выступать в 16-18 в Киеве на чемпионате Украины ПАЛ. Кому интересно, как восстанавливается моя левая рука, которая была сломана. Все хорошо, восстановление идет полным ходом, она уже очень сильно набирает. И скоро, я думаю, смогу выступать на нее спокойно, ну, года так через два. Короче, так, смотрим влог, будет очень интересно. Добрый ранок. Самых слабых мы накажем. Самых слабых мы накажем. Артем, а назад мы во сколько и когда выезжаем примерно? Не, ну это само собой. Итак, выезжаем из Полтавы. Значит, сборная Полтавской области в количестве 25 человек. Все очень-очень рады тому, что мы сейчас будем ехать 10 часов к месту проведения соревнований. На отбивных. На отбивных. Как молоды мы были, как сильно мы любили. Лиля в образе. Лиля в образе. Ребята, доброе утро. Вчера поздно приехал, уже ничего не снимал. Сегодня день взвешивания. Сейчас иду туда. Посмотрим, кто же со спортсмена приехал. И вообще, где будут проводиться соревнования. Покажу вам весь комплекс. Здесь, кстати, очень интересно. Тишина. Пока нету никого. Ох, я и надеюсь на категорию 100 кг. Футболка сборной Полтавской области. Вроде выглядит прикольно. Волки. Даже на шлепках. Соревнования соревнованиями. А обед на расписание. Бомба. Здесь просто красота. Продолжение следует. Начну обзор соревнований со своих спортсменов. Весовая категория 70 кг в синей футболке Киценко Константин. Очень хорошо отборолся, занял третье место. Один из самых перспективных спортсменов, которые занимаются в моем зале. Выполнил кандидата в мастеры спорта на этих соревнованиях. Силы немерено, не хватило опыта и борьбы за столом. Будем нарабатывать и дальше больше. Цигани Александр. Один из моих тренеров. Он 4 года не выступал, опыта у него за плечами очень много. Сейчас он только возвращается. Показал хороший результат, я бы сказал. Седьмое место он занял на левых и девятое на правых. После перерыва такого долгого осталось набрать только силы. Роман Рябцев учит уму-разуму в закулисной борьбе спортсменов. Роман является на данный момент моим тренером, а еще тренером по секе и эльницкого топовых спортсменов на Украине. Также он их всех ведет, включая меня, онлайн. Это тренер нового поколения. Его методики никому не знакомы, но они работают. Я проверил на себе. Так что, если есть желание, обращайтесь к нему. Он всегда рад помочь. Олег Жох – это человек, чье возвращение ждут многие спортсмены. Он выступил на соревнованиях естественно хорошо, занял первое место. Его восстановление идет постепенно. И скоро он покажет не менее хороший результат, чем показывал ранее. Настрой спортсмена является очень важным фактором в вашей победе. Так как каждый спортсмен должен подготовиться у организма к максимальной нагрузке. К тому, что ты будешь сейчас на все 100% выкладываться. Все в предвкушении больших весовых категорий – это 90, 100, 110 и 110 плюс килограмм. Как показывает практика у этих спортсменов, самые интересные поединки, их чаще всего смотрят. Самая интересная категория для меня будет – это 100 килограмм. Потому что это, можно сказать, моя категория. В сотке я рассчитываю на зарубу между Алединовым Айдером и Ницким Александром, Пасейко Игорем и, естественно, Пётром Маргаринтом. Как показывает практика, Пётр Маргаринт, он не особо борется на левую руку. Левая рука у него очень отстает от правой. Хотя каждый год он улучшает свой результат, но на этих соревнованиях у него не получилось занять первое место. Но он занял третье. Это очень хороший результат для него. Фаворитом в категории 100 килограмм на левых руках оказался, как и все ожидали, Алединов Айдер. Спортсмен в желтой футболке. Второе место занял спортсмен в синей футболке Пасека Игорь. В черной футболке Данилов Олег. Спортсмен из Черкасса. Один из самых перспективных молодых спортсменов. Он 98 года рождения и уже мастер спорта. Борется он против Михаиленко Олега с Днепропетровска. Тоже мастер спорта и один из самых сильных тяжей у нас на Украине. На этих соревнованиях Михаиленко занял первое место на левую и на правую руку. А Данилов стал третьим на левую и четвертым на правую. В желтой футболке спортсмен Днепропетровска Петр Кичук. Он является мастером спорта. В 2018 году он занял четвертое место на злотом туре весовой категории плюс 105 килограмм. Очень перспективный спортсмен на этих соревнованиях занял второе место на левых руках. Очень достойное сопротивление дал Михаиленко, чемпиону этой весовой категории. Так, Сергей, давай я с тобой попробую. Давай. Дай я два раза попробую. Сейчас я разочеку. Да. Какого? Сережа Калиниченко и Коля Лютин. Ну да, вес там хороший. Сколько ты, Коля, сейчас весишь? 150, где? 165. 165? Есть. Как я и ожидал, чемпионом весовой категории 100 килограмм стал Петр Маргаринт, спортсмен в светлой футболке. Он неоднократный чемпион Украины, также неоднократно занимал призовые места на чемпионатах Европы и мира. Один из самых сильных спортсменов на Украине. В синей футболке Пасека Игорь. Он из Тернополя. Является мастером спорта. На этих соревнованиях весовой категории 100 килограмм занял третье место. Второе место занял его соперник Алидин Вайдер. В желтой футболке. В желтой футболке. В сине-желтой футболке Расим Мамет. Спортсмен из Крыма. На этих соревнованиях он предоставил очень серьезное сопротивление спортсменам. С чемпионом этой весовой категории он зарубился и дал возможность остальным выиграть позже у Михаиленко. Он является мастером спорта и занял на этих соревнованиях пятое место на левых руках и пятое место на правых руках. Но так никому и не удалось выиграть у Михаиленко. Это очень сильный спортсмен, который будет представлять на чемпионате мира и Европы Украину. Соревнования закончились. Чемпионов и призеров наградили. От себя могу сказать, что это был один из самых лучших чемпионатов Украины, на которых я был. Лучшая организация, прямые трансляции и шикарная атмосфера, которую я вам даже не могу передать. Ну все, а теперь дорога домой и дальше следующие соревнования. Продолжение следует...